Да, да. Ночью с 9 на 10 декабря Израиль послал войска в Ливан, чтобы уничтожить там одну подземную базу. Четыре солдата откололись от основной группы. Да, и они их там оставили. Вместо того, чтобы, как обычно на войне, оставить весь отряд, разыскивать пропавших, они полностью отошли, а затем отправили целую кучу вертолетов, полностью открытых для огня арабов. К счастью, они спасли этих ребят, но очень странно, что был выбран такой способ, а не обычные военные методы. Генерал Шамрон сказал, что сделал это из военных и политических соображений. Могли бы вы объяснить, что это за политические соображения, не имея ни малейшего понятия, что он имел в виду. Точно так же, как я не имею понятия, что он имел в виду, когда говорил «невозможно остановить интифаду». После этой фразы его нужно было моментально уволить. Я ее остановлю за два дня. Что значит «невозможно»? Когда он говорит «это невозможно, потому что она коренится в национализме». Его нужно не только уволить, но и отдать под трибунал. Я совершенно не понимаю, почему этому человеку позволяют оставаться начальником генштаба. Или взять генерала Митсну, второго человека после него. Митсна в Ливанскую войну после Сабры и Шатилы дезертировал и отправился домой в свой кибуц. Когда рядовой делает подобное, его тут же отдают под трибунал и отправляют в тюрьму на год. Но он получил работу в главном командовании. Я не понимаю Шамира. Я не понимаю Шарона. Я не понимаю никого из этих людей. Вы хотите, чтобы я объяснил? Если вы попытаетесь объяснить, почему они делают некоторые вещи, вам придется не сладко. Спасибо. 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 Спасибо.